здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами об использовании в саду и огороде двух аптечных средств глицерина и димексида многие аптечные средства обладают различными полезными свойствами для растений какие-то из них овеяны мифами какие-то используются неправильно а какие-то действительно обладают сильными такими эффектами не только для здоровья человека но также и для здоровья и помощи нашим растениям поговорим сперва о глицерине глицерин является естественным компонентом живых клеток как животного так и растительного происхождения многие растения синтезируют глицерин в процессе фотосинтеза глицерин входит состав жиров которые мы называем три глицеридами которые являются запасным веществом как у растений так у животных так и у человека поэтому глицерин является весьма дружественным таким веществом для растительного организма в этой связи его использование может быть достаточно широким первый способ использования глицерина состоит в том что глицерином можно подкармливать растение причем делать это лучше всего как и янтарной кислотой вне корнево растения способны поглощать глицерин поверхностью листа запасать его и использовать как источник энергии в случае тяжелых времен ну вот как например сейчас настал июль месяц стало холодно есть смысл подкормить растения поддержать их энергетический статус янтарной кислотой и глицерином второй способ использования глицерина связан с его способностью создавать высокое осматическое давление на поверхности растений на поверхности листьев растений в первую очередь поэтому обработка раствором глицерина помогает справиться со многими грибными инфекциями лист достаточно хорошо сопротивляется повышенному содержанию глицерина в растворе а вот гифы грибов могут страдать от высокого осматического давления глицерина на поверхности листа в этой связи гифа гриба ослабляется не может проникнуть внутрь растения и таким образом не способна вызвать заболевание в какой-то степени этот же эффект повторяется когда мы используем очень широко распространенный метод обливание или опрыскивание растений кто огурец и опрыскивает кто крыжовник то смородину растворами соды или соли однако же использование и поваренной соли и содовых растворов является чрезвычайно вредным для самих растений гораздо более вредным чем использование например глицерина с той же самой целью обратите внимание что можно найти повторение этого способа в каких-то статьях каких-то публикациях и даже технологиях однако же там во всех случаях используются не натриевая соли а калевая соли или кали хлористый реже или карбонат калия гораздо чаще но никак не натриевая соли поэтому с этой же самой целью используйте дружественные растения раствор глицерина в связи с тем что глицерин является хорошим источником энергии также и для микроорганизмов с этим связано его использование при поливе растений полив растений раствором глицерина способен подпитывать почвенную микрофлору способен стимулировать рост полезной почвенной микрофлоры особенно хорошо стимулируется рост азот фиксирующих растений азот фиксирующих бактерий которые подпитывают наши растения азотным удобрением естественного происхождения по этой же самой причине глицерин является очень хорошим ускорителем компоста поэтому если вы проливаете компостную кучу например влагой водой для улучшения компостирования то в этом случае вы можете использовать слабые растворы глицерина какие я скажу чуть позже интересно что при проливе растений растворами глицерина глицерин способен как бы подсасывать и удерживать влагу которая попадает в почву из более глубоких слоев тем самым он способен удерживать влагу в районе зоны роста корней однако же корням никакого ущерба это не наносит корни подпитываются и влагой и глицерином и микрофлора подпитываются этим глицерином создается очень благоприятная такая обстановка в зоне роста корней это важно в случае если ожидаются какие-то засушливые периоды еще одним приятным свойством глицерина который мы можем использовать это его способность вот именно удерживать влагу и поглощать влагу из воздуха если влажность избыточная если влажность такая вот как сейчас барабанит дождь холодно в теплице стало влажно сыро низкие температуры все это способствует развитию болезней достаточно расставить по теплице банки например полулитровая с глицерином по 100 миллилитров глицерина можно туда разлить ну на теплицу например 12 квадратных метров я ставлю три такие банки эти банки будут поглощать постепенно влагу объем будет в банке увеличиваться глицерин будет разбавляться постепенно это хороший способ подсушивать воздух внутри теплицы не давать возможности конденсироваться влаги вот такие способы использования глицерина в саду в огороде есть во всех случаях при обработке и поливе растений необходимо использовать примерно 1 процентный раствор глицерина для этого необходимо 100 грамм глицерина растворить в одном ведре воды и провести обработку растений раствор глицерина является дружественным и борной кислоте и энтарной кислоте и другим видом обработок а также дружественным многим пестицидом поэтому можно его везде добавлять в случае необходимости конечно надо помнить что повышая осматическое давление растворов которыми мы обрабатываем растения если мы делаем много компонентов и осматическое давление растет в этом случае дозу глицерина можно уменьшать на 20-30 вплоть до 50 процентов меньше чем вот эта доза 100 миллилитров ну то есть 50 миллилитров на ведро воды случае если вы проливаете растения с целью удержания влаги в зоне роста корней а также проливаете компост необходимо использовать полупроцентную дозу или полупроцентный раствор глицерина в этом случае вам надо растворить 100 миллилитров глицерина в двух ведрах воды ну в аптеке на самом деле продается не стопроцентный раствор глицерина а чуть чуть меньше ну вот эта разница она не существенна и вот этой разницы в принципе можно пренебречь второй препарат о котором я расскажу это димексид мы уже упоминали димексид несколько раз это очень хороший проводник различных веществ внутрь растительной клетки если нам необходимо ускорить действие какой-то обработки то в этом случае мы можем добавлять небольшое количество димексида нашим рабочим раствором особенно если дело касается подкормок вне корневых микроэлементами кальция ну или какими-то еще растворами кроме того димексид ускоряет проникновение таких отравляющих веществ в насекомых и в клетки грибов например если мы используем фунгициды поэтому если нам надо быстро резко побороть инфекцию в этом случае тоже целесообразно прибавлять димексид кроме того димексид очень хорошо добавлять в растворы гербицидов в этом случае можно даже несколько уменьшить дозу до 20 процентов можно уменьшить дозу для фасад содержащих пестицидов гербицидов именно при борьбе с фасадной растительностью это будет хорошо и для кошелька и для экологии кроме того у димексида имеется еще очень интересное свойство многократно подтвержденное в экспериментах он обладает вирулоцидным и вирулостатическим действием показано что растворы димексида могут придерживать развитие вирусных инфекций а иногда даже полностью избавлять растения от развития там вирусной инфекции к сожалению вирусной инфекции очень сопутствуют растения им подвержены многие плодовые растения земляника особенно малина им подвержены картофель им подвержены томаты поэтому периодическое добавление димексида к различным некорневым раствором является вполне оправданным и благоприятным во всех случаях можно использовать 0,01 процента димексида вот такого аптечного димексида для обработки наших растений но и десятикратная доза димексида то есть 0,1 процента не является повреждающей соответственно димексид можно добавлять в растворы диапазоне от 1 до 10 миллилитров на ведро воды в этих объемах его добавление чрезвычайно благоприятно ну и стоит напомнить что димексид изменяет сексуализацию растений семейства тыквенных он повышает количество женских цветков соответственно завязи соответственно плодов что для пчелоопыляемых гибридов особенно для протенокорпических является чрезвычайно благоприятным явлением надеюсь что вот такое пояснение о применении двух этих аптечных препаратов позволит вам пользоваться ими правильно пользоваться грамотно пользоваться вовремя и иметь хороший здоровый и богатый урожай спасибо вам большое за внимание оставайтесь с нами до новых встреч